всем привет начинаем читать новую книгу и книга очень интересная на мой взгляд называется она играй история видеоигр играй история видеоигр представляет собой увлекательный рассказ о странном зарождении и необычайной эволюции важнейшей после возникновения телевидения области развлечений видеоигра материал книги базируется на исчерпывающих исследованиях из выше 140 эксклюзивных интервью с влиятельными людьми из видеоигровой индустрии книга рассказывает поразительную историю того как творческое ведение игровых разработчиков привело к появлению и обновлению одной из самых популярных и динамичных художественных форм в мире автор у нас получается тристан донова ну и сегодня ну в этом видео я зачитаю вступительное слово предисловие и все а уже со следующего видео начнем по главам так вот так вот приступим вступительное слово ричарда горета многие считают игровую индустрию очень молодой и действительно по сравнению с многими другими индустриями это верно она выросла из домашнего хобби помешанных на компьютерах ботаников и за какие-то 30 лет превратилась в многомиллионный бизнес я прожил достаточно чтобы радоваться тому факту что работа в индустрии большую часть ее истории воодушевление от достижений в области технологий и игровых разработок выдвинула этот бизнес на передний план индустрии развлечений позволив видеоиграм обойти книги и фильмы не только с точки зрения увлекательности но и с точки зрения прибыльности правда эта индустрия еще не стала признанной формой искусства каковой она на самом деле является важно оглянуться назад и вспомнить насколько быстро мы достигли сегодняшнего состояния многие из тех кто интересуется история видеоигр фокусирует свое внимание на определенных деталях вроде эволюции консолей или компьютерного железа которые позволили развить эту среду до сегодняшнего культурного состояния однако существует еще масса не менее важных аспектов я полагаю что подход 300 на донована на сегодняшний день является наиболее всесторонним в этой книге вы сможете проследить историю видеоигр с самого начала автор в деталях и с пониманием описывает людей и события которые привели к возникновению индустрии на сегодня являющийся сосредоточием и центром притяжения наиболее мощных творческих сил и благодаря такому подходу у него получается дать читателю целостное представление о сфере видеоигр уникальный подход 300 позволяет увидеть всю силу игрового искусства он фокусируется на том как видеоигры в отличие от любой другой индустрии стали живучей и плодотворной творческой деятельностью то творческой средой и как все эти одаренные создатели художники рассказчики и разработчики повлияли на эту культуру не только в сша но и во всем мире это можно считать мощным влиянием и гарантирует признание эта книга по заслугам оценивает величайших создателей нашего времени но не ограничивает себя рамками каких-то конкретных платформ сфера видеоигр охватывает игровые автоматы консоли персональные компьютеры и на сегодняшний день рынки мобильных карманных и интернет-игр сегодня в мире осталось не так уж много мест где вы не можете заметить влияние видеоигр от музыки до фильмов и от образования до армии игры прочно вошли в жизнь людей во всем мире и хотя разные культуры отдают предпочтение тому или иному игровому жанру общим знаменателем является то что искусство видеоигр не просто синоним слова развлечения это синоним слова жизнь предисловие к русскому изданию видеоигры развиваются с невероятной стремительностью за те четыре года что прошли с момента первого издания играй на английском языке игровой мир изменился самым кардинальным образом едва ли в предисловии можно перечислить и уж тем более описать все эти изменения но наиболее заметными из них стоит признать рождение инди-игр и появление игр модели free to play именно эти жанры наиболее буйно и плодотворно развивались с начала этого десятилетия поначалу инди-игры воспринимались как некое забавное движение проявление креативности разработчиков предлагающих альтернативу главным консольным блокбастером а сегодня вся индустрия движется вперед благодаря инди-играм за исключением разве что блокбастеров типа call of duty гост и grant the auto 5 такие инди-игры как хит смартфонов angry birds и похожая на лего игра minecraft стали не просто бестеллерами а настоящими культурными феноменами игры angry birds были скачаны более миллиарда раз и породили массу продуктов мерчандайзинга в диапазоне от тематических партов парков до брендированных напитков кока-кола другой историей успеха является скандинавская игра minecraft она стартовала в 2009 году как сторонний проект маркуса персона шведского программиста самоучки который начинал свою карьеру в качестве разработки флеш-игр для компании king создателя игры candy crash saga как и большинство других инди-игр minecraft стала форменной демонстрацией презрения к сложившимся правилам игрового дизайна в игре не было никаких отчетливых целей или четких инструкций и больше всего она на пинал напоминала пережитки экспериментов с трехмерной графики из начала 90-х но творческая свобода как раз и стала ключом к победе и огромному успеху поскольку уйма игроков была готова создавать как можно более фантастические объекты из пиксельных игровых кубиков включая работающие 16-битные компьютеры и гигантские карты великобритании по которым можно было бродить person надеялся что с помощью minecraft он заработает достаточно для того чтобы у него появилась возможность создать еще одну игру но только за один год эта игра продалась тиражом более 6 миллионов копий и 2012 году версия игры minecraft для xbox 360 сместила call of duty с позиции самой популярной игры на консоли microsoft как и многие другие инди разработчики person рассматривал успех minecraft как часть возрождения творческого начала в видео играх после многих лет засилья игр блокбастеров создатели которых старательно избегали всякого риска это дает мне надежду на будущее говорил он в интервью the watch 2013 году игры следует тенденциям и на протяжении довольно долгого времени индустрия сосредотачивалась на внушительных бюджетах теперь когда игры вновь становится дешевле мы сможем получить большее количество экспериментальных игр за прошедшие четыре года с момента выхода этой книги инди игры и возросшая скорость интернета во всем мире также оказали влияние на переосмысление тех принципов по которым финансируются игры и мы платим за них в 2012 году дабл файн продакшн а студия основанная тимом шефером создателям грим фандаго смогла убедить армию своих поклонников выложить в общей сложности 3 и 3 миллиона долларов на кикстартер направив эти средства на разработку приключенческой игры broken age вскоре сотни других игровых разработчиков принялись использовать кикстартер и похожие сайты для того чтобы собрать деньги для создания своих игр к тому же за последние четыре года то free to play модель которая возникла в южной корее завоевала весь мир успех free to play оказался особенно важен в россии превратив страну с запредельным уровнем пиратства на место где в 2013 году игры принесли прибыль порядка 1 и 1 миллиарда долларов антон юдинцев основатель московской студии гейджин интертеймент говорит что модель free to play сильно изменила российскую игровую сцену с середины двухтысячных годов в наше время если ты делаешь компьютерные игры в россии то это должны быть игры построенные на модели free to play поскольку из-за пиратства практически не существует рынка и российские компьютерные игры по определению являются free to play социальные мобильные онлайн все это free to play игрой вместе со сменой устоявшихся привычек успех free to play игр на местной игровой сцене также помог разработчикам из россии и стран снг доспичь достичь успеха во всем мире и больше всех в этом преуспела игра world of tanks компании wargaming нет виктор кислый основал wargaming нет в столице белоруссии минске в 1998 году после того как наигрался в настольные и компьютерные стратегии вроде цивилизейшн и лазер сквад джулиана голова поначалу компания стремилась делать такие игры для розницы как пошаговая стратегия массив ассалт вышедшая в 2003 году но в 2008 году кислый решил направить свой бизнес в новом направлении в 2008 мы предвидели надвигающийся переход от розничных продаж цифровым и решились на кардинальные перемены вместо того чтобы придет продолжать придерживаться розницы формата который себя уже изжил говорил он в результате этого разворота появилась world of tanks дебютировавшая на русском языке в августе 2010 года игра которой танки сражались против танков быстро стала хитом в россии и к январю 2011 года уже насчитывала миллион зарегистрированных пользователей успех world of tanks в россии и странах снг воодушевил нас на действия в глобальном пространстве говорит кислый то есть это было что-то вроде крупномасштабного теста который мы должны были проанализировать до того как выходить в других странах оглядываясь на те времена можно сказать что опыт который мы получили при создании и поддержке игры в россии очень сильно нам помог когда мы зашли стали заниматься вопросами технической поддержки в европе и северной америки сегодня у world of tanks более 78 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру включая 19 миллионов в россии и странах снг а в wargaming.net работает более 2800 сотрудников в офисах по всему миру хотя до запуска этой игры в компании работало менее 100 сотрудников кислый верит что world of tanks является частью волны российских и восточно европейских игр которые конкурируют с традиционным подходом к разработке игр игры вроде witcher world of tanks и некоторые другие доказали что игровые разработчики из восточной европы способны создавать крупные и качественные проекты какие получаются у их коллег из северной америки западной европы и юго-восточной азии бум инди и free-to-play игр изменил и вектор развития новейших игровых консолей sony playstation 4 xbox one и nintendo wii u все три консольных гиганта стремятся заинтересовать инди разработчиков выпускать их игры на своих консолях в какой-то мере все три производителя признали что консоли теперь не являются огороженными платформами созданными исключительно для крупномасштабных игр эту смену парадигмы хорошо иллюстрирует ситуация с игрой war thunder от gaijin entertainment задуманная в 2008 году как авиасимулятор для широкой аудитории war thunder должна была выйти на пк и playstation 3 концепцию этой игры мы показали sony и получили от компании согласие выпустить игру на playstation 3 вспоминает юдинца к сожалению на то время у sony не было так много возможностей необходимых для free-to-play игр и поэтому хоть мы и получили одобрение на саму концепцию пришлось ждать еще недели три недели пока сделают обновление или выкатят патч плюс нельзя было играть с пк игроками у консоли существу существует масса методических указаний и ограничений и поверьте мне free-to-play и кроссплей игры и возможность сражаться с друг другом не подпадают под все эти методические указания war thunder так и не вышла на playstation 3 но при работе над playstation 4 компания sony решила отменить старые запреты и уже работала с гейджен над игрой для новой консоли sony сказали что в случае с playstation 4 ситуация изменилась и теперь будет гораздо легче делать различные онлайн игры рассказывают юдинцев поскольку sony позволила нам сделать вещи вроде cross play игр и снизила время для одобрения обновлений демонстрируя явную заинтересованность в free-to-play игра то war thunder появилась на playstation 4 перенося free-to-play и cross play игры на playstation 4 гейджен помогает открывать шлюзы помогает открыть шлюзы для истинной free-to-play революции которая наконец-то произойдет на игровых консолях это укажет путь другим разработчикам мотивировал их сделать что-то похожее на новейших консолях говорит юдинцев по крайней мере они могут посмотреть на нас и сказать они сделали это и мы тоже сделаем что-нибудь похожее кажется что единственное постоянное в игровой индустрии это непрерывные изменения но предисловие закончилась к русскому изданию и теперь начинается настоящее предисловие просто к книге она коротенько предисловие зачем нужна еще одна игра об истории видеоигр спросил меня майк кац бывший глава sega of america когда я брал у него интервью для этой книги на то есть много причин но особо хотелось бы выделить две прежде всего попытки написать историю видеоигр до настоящего времени предпринимали американцы но речь в этих изданиях больше о местной индустрии а не о глобальной истории видеоигр в своей книге играй история видеоигр я надеюсь восстановить баланс вас да я игровой индустрии сша должное но не пренебрегая важными течениями которые возникли в японии европе и прочих местах вторая и более важная причина заключается в том что обычно историю видеоигр излагают как историю железо а не программ как правило мы имеем дело с повествованием о смене поколений игровых консолей и битвах их производителей за долю на рынке я хотел написать о видеоиграх как о виде искусства а не как о коммерческом продукте к тому же видеоигры существуют не только на консолях они существуют и на мобильных телефонах и в залах игровых автоматах и в браузерах и конечно уже на компьютерах в форматах которые не так сильно зависят от смены поколения игровых консолей железо это просто средство творческой реализации игровых разработчиков потративших последние 50 лет на создание новой развлекательной среды в которой в отличие от практически всех других конкурирующих медиа пользователь активный участник а не пассивный наблюдатель железо лишь устанавливает рамки технических возможностей но она не диктует что должен и может создать человек дизайн домашнего компьютера за x spectrum не гарантировал появление таких британских сюрреалистических игр как джет сет вилли или деус екс машина технология нинтендо 64 сделала возможным появление супер марио 64 но вовсе не гарантировала что сигеру миямото сможет придумать и сделать эту игру настоящая история видеоигр это история человеческой креативности который помогает технологический рост цель играй это воспеть живучесть и богатейшее творчество воображение творческое воображение наиболее талантливых создателей игр и рассказать о том почему развитие видеоигр пошло не так пошло так а не иначе по этой причине в книге не упоминается некоторые игры не завоевавшие большую популярность и наоборот довольно много места отводится играм которые не продавались большими тиражами фокус сделан на новаторстве а не на коммерческом успехе и наконец что касается терминологии в этой книге я использовал слово видеоигра изредка применяя выражение игра чтобы не возникало путаницы и смешение с другими игровыми форматами такими как настольные игры я отдал предпочтение слову видеоигра по нескольким причинам оно уже давно вошло повседневный язык в отличие от тв игры или электронной игры она обладает довольно широкой тратков трактовкой охватывая всю игровую среду в отличие от словочетания словосочетания компьютерная игра неприменимая к таким играм как pong компании а тари и к тем в которых не использовались микропроцессоры и хотя такие выражения как интерактивное развлечение можно считать более точным за много лет своего существования подобные выражения так и не смогли получить достаточно широкого распространения ну и все на сегодня все предисловия закончились и следующем видео зачитаем главу 1 ну а на сегодня всем всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока